Волгоград Добрый день всем присутствующим. Спасибо за предоставленную возможность принять участие в данном мероприятии, посвященном вопросам развития строительной отрасли, архитектурному облику Волгограда. В целом нужно отметить, что сегодня как на федеральном, так и на региональном уровне основной приоритет отдаются комплексной застройке, комплексному освоению территорий. Сегодня мы ушли от точечной застройки, что достаточно важно для архитектурного облика Волгограда в целом. У нас сегодня реализуются в городе Волгограде и Воложском 9 крупных проектов комплексного освоения территорий, которые предполагают строительство жилья до 2030 года общим объемом почти 4 миллиона квадратных метров жилья. Следует отметить, что комплексное освоение территории предполагает строительство не только жилья, но и социальной, транспортной инфраструктуры. Не случайно с 2016 года Волгоградская область стала участником федеральной целевой программы жилища. Я напомню, что в прошлом году удалось освоить средства федерального бюджета около 140 миллионов рублей и построить дорогу в жилом комплексе Родниковая долина. В этом году мы получаем в три раза больше федеральных средств именно на комплексное освоение. Это порядка 570 миллионов рублей, за счет которых также возможно будет построить и дорогу, и начать строительство детского сада. И что немаловажно построить школу на тысячу мест. Также в жилом комплексе Родниковая долина Советского района. Это первая школа за много лет, которая будет построена в нашем городе. Да, это первая школа, тем более, что эта школа строится по программе развития образования. Федеральная программа содействия созданию мест в общеобразовательных учреждениях. Школа Тысячник. Также в качестве приоритетных направлений, помимо комплексного освоения территории, сегодня особое внимание уделяется строительству социальных объектов. Я напомню, что из крупных объектов в прошлом году нам удалось построить Мачишанский дом-интернат для престарелых в Киквидзинском районе Волгоградской области. Удалось за рекордно короткие сроки построить десятиэтажный жилой дом по улице Космонавтов на месте разрушенного дома от взрыва бытового газа. В октябре прошлого года был сдан в эксплуатацию объект чемпионата мира вертолетная площадка, расположенная на территории 25-й городской больницы. Следует отметить, что в следующем году вся наша страна будет отмечать 75-летие победы под Сталинградом советских войск. И в 2018 году мы примем чемпионат мира у себя в Волгограде. И здесь немаловажна реконструкция обустройства таких объектов, как центральная набережная Волгограда. Этот вопрос волнует не только горожан, но и всех жителей области, гостей нашего города. Нам удалось в этом году войти в федеральную адресную инвестиционную программу. И буквально на днях губернаторам Волгоградской области подписано соглашение с отраслевыми федеральными министерствами о получении первого транша в объеме 265 миллионов рублей на обустройство центральной набережной Волгограда. Это будет новая набережная или мы реконструируем старую? Это будет реконструкция набережной. Конечно же, опять же, в рамках существующей архитектуры Волгограда, которую необходимо восстанавливать. Больше мероприятий по обустройству набережной направлены именно на восстановление исторического облика. Все мы знаем, видим нашу набережную, незабываемые объекты, ротунда, пропилей, центральная лестница. Это, собственно, лицо нашего города Волгограда. И все это нуждается в восстановлении и обустройстве. Кроме того, необходимо сказать о наших планах и перспективах. Сегодня задача, поставленная губернатором Волгоградской области Андреем Ивановичем Бочаровым, задача, которая связана с реконструкцией, восстановлением существующих музеев, со строительством новых музейных объектов. И не случайно в этой связи сегодня у нас уже ведутся работы подготовительные по ремонту существующего краеведческого музея. Кроме того, немаловажным является и такой объект, который мы все знаем, также и видим, это строительство храма Александра Невского, о котором расскажут, я надеюсь, мои коллеги. Но от лица всей администрации Волгоградской области и комитета строительства необходимо отметить, что немаловажно именно партнерские отношения с такими надежными застройщиками, как Приволжтранстрой. Здесь в студии присутствует Владимир Николаевич Ивашенко. На самом деле хочется отметить то, что эта компания один из самых надежных партнеров, которые выполняют работы качественно, в срок, и по сути мы видим тот результат. Но надо отметить, что в следующем году этой компании исполняется 75 лет, так же, как и победе в Сталинградской битве. Наверное, это очень символично. Кстати, Приволжтранстрой является подрядчиком многих социальных объектов, которые сегодня строятся, которые уже построены в нашем регионе. Но если мы заговорили о храме Александра Невского, Владимир Николаевич, наверное, это сегодня самый обсуждаемый объект социальной инфраструктуры. Есть и сторонники, есть и противники, но все-таки хочется сказать, что сторонников намного больше. Как сегодня ведется строительство, на каком этапе? Ну, к началу строительства был очень длинный путь, очень долгий путь, неоднократно, ну, начиная, наверное, с конца 90-х. Эта тема поднималась, неоднократно и градоначальники, и губернаторы пытались начать строительство. Ну, так случилось, что нам повезло, что в 2000... В прошлом году, в прошлом году наш проект, который выполнял проект Институт привозного строя, прошел экспертизу. Мы получили разрешение, и строительство в апреле месяце было начато. На сегодня у нас полностью закончен нулевой цикл строительства. Мы уже вышли на кирпичную кладку, и уже метра три с половиной мы поднялись, то есть уже видно его из-за забора, видно, что это приближенное к первоисточнику, что и кирпичная кладка, и орнамент, декор фасада, его размеры, параметры будут соблюдены от своего предшественника, который, к сожалению, был разрушен. Ну, думаю, что... А это будет точная копия или все-таки приближена к оригиналу? Внешний образ максимально точный. То есть это красный кирпич, это царительская кладка, это узоры, фотографии, которые сохранились в начале 20 века, революции, 30-х годов до взрыва, позволяют архитекторам создать точную копию. Внутреннее убранство и объемы внутри мы... нам новые материалы позволили расширить. То есть сегодня этот храм из-за уменьшения несущей конструкции железобетона имеет большую площадь, большую вместимость до 1800 человек, хотя по оценкам вот епархии нашей Волгоградской, что 2500 там легко может разместиться. Поэтому мы стараемся максимально воссоздать образ. Сегодня в нашей студии отец Вячеслав присутствует. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Насколько... как духовенство восприняло весть о том, что все-таки в нашем регионе спустя столько лет споров, столько лет сомнений будет построен храм Александра Невского? Несомненно. Дело в том, что, видите ли, сейчас говорили о лице города, о всех тех объектах, которые украшают город. Александр Невский собор является сердцем города, где бьется духовное содержащее, со содержанием нашего Богоспасаемого града. И поэтому все те, кто трезво смотрят на строительство собора, они поддерживают и жертвуют. Ну а противники, они же были, в свое время они взорвали в собор. Я не считаю, что современные противники, они адекватны по сознанию тем противникам. Просто они не жертвуют и не вкладывают в свою лепту. Это их личное мнение. И поэтому все горожане с восторгом, с восхищением воспринимают строительство собора, как сердце города Волгограда. Ну сейчас выступлю от лица волгоградцев. Опасения вызывает не сколько строительство собора, многие это поддерживают, сколько организация пешеходной зоны на улице Мира, на площади Павших Борцов. Сейчас там ездит транспорт, автомобили, но впоследствии, после строительства собора, там будет пешеходная зона. Светлана Юрьевна, насколько это целесообразно, насколько это оправдано? Ну на мой взгляд это вполне оправдано, потому что все-таки, если мы говорим об архитектурном облике города, то самая-то основная задача создавать не только социальные красивые, архитектурно красивые, привлекательные объекты, но и создавать парковую зону, прогулочную зону для горожан и гостей нашего Волгограда. И вот то благоустройство, которое предполагается вблизи нового храма, оно и предполагает пешеходную прогулочную зону. Кроме того, следует отметить, что в затрибунной части, то есть за храмом, предполагается обустройство парковой зоны, соответственно, которая будет содержать и зеленые насаждения интересные, и скамейки, прогулочную зону. Кроме того, нужно отметить, что и реконструкция набережной, обустройство набережной, о которой я говорила, оно предполагает создание парка Победа, так называемого парка Победа, который также будет благоустроен уже в соответствии с современными требованиями. Но это будет единый ансамбль. Единый ансамбль, да. Будем ждать с нетерпением. На самом деле, Владимир Николаевич, у храма-то очень непростая история. Изначально строительство его тоже очень много было споров, очень много было вопросов. И средства-то собирали очень долго. Спорный тезис. На самом деле, те документы, которые сохранились, есть замечательная книга Материкина, нашего писателя Волгоградского, об истории собора. И сейчас вышло второе издание его. Я рекомендую волгоградцам все-таки, я думаю, что по библиотекам и по церковно-приходским заведениям мы раздадим это издание. Это совершенно замечательная книга. Собор долго вынашивали. Не потому, что не было средств, а очень долго искали образ. И когда делегация из Царицына съездила в Оренбург, а там был построен собор, аналог нашего собора, и этот проект очень понравился, собор строился достаточно быстро. И несмотря на то, что по документам здесь нет Шкода Романа, который тоже очень много этому периоду посвятил своей деятельности, во время строительства собора произошел индустриальный бум в Царицыне. То есть началось строительство завода Красный Октябрь, ну нынешнего Красного Октября. Сейчас построим храмы, у нас начнется индустриальный бум. Баррикады, нынешние баррикады. То есть Царицын стал развиваться как индустриальный город. И вот буквально за три года строительства собора заработная плата рабочих, в том числе каменщиков на соборе, выросла в два с половиной раза. Смета собора возросла только потому, что настолько был востребован строитель именно в начале 20 века, именно в период строительства собора. Другое дело, что очень долго он не освещался, что в 14-м году он немного был недостроен, началась Первая мировая война, начались трудности, потому что война как бы уже мировая, это уже серьезное потрясение для государства. Потом революция, и только в 18-м году было освещение уже готового собора, который стоял практически готов, ждал пока в него вот начнутся службы. Но сейчас, слава Богу, таких перипетий в стране нет, строительство собора идет в соответствии с графиком, и когда он будет все-таки достроен? Ну, как бы, хорошее быстро не бывает, мы все-таки стараемся делать достойно, достойно. Но для себя мы поставили такую задачу, что к 800-летию Александра Невского... Это какой год, 20-й? 20-й год. К 20-му году, чтобы сам собор, тело собора, возможно, это будет без росписи еще, но службу уже можно будет вести. Но сегодня мы видим, что темпы у нас неплохие, специалисты у нас очень хорошие, опыт у них большой. Строительство храма на Красном Октябре, Иоанна Кронштадтского, это как бы прообраз. Это тоже один из ваших объектов? Да, это объект, который мы строили от самого начала, вот до завершения, и скоро уже там отделочные работы ведутся. То, что это тоже византийский стиль, нео-византийский, или русский-византийский стиль, и мы видим, что у нас получится, мы верим в это. Но храм всех святых на Мамаевом Кургане, это тоже же ваша работа, ваш объект? Мы там участвуем, да. Ну, у нас более 10 объектов религиозного назначения, часовни, храмы, в том числе и всех святых на Мамаевом Кургане, и в Владимирской Божьей Матери, и в Новониколаевке, и в поселке Чир. И часовня Дмитрия Донского на трубном заводе. Есть опыт, это как бы у нас. Петр Петрович, а насколько собор впишется в существующую, в современную архитектуру Волгограда? Все-таки он был построен в Царитине, а это не много, не мало, сто лет уже почти прошло. Да, это вопрос сложный, конечно. И надо отметить, что конкурсы на вот эту застройку, они были уже в течение 20 лет последних. То есть, и вот сейчас возрождается этот собор, победила там, значит, команда ВЛС Калинченко в начале была, и как бы она сейчас реализовывается. Что касается того, впишется, не впишется, вот Светлана Юрьевна отметила, что набережная начинает там прихораживаться, и там будет Парк Победы. На самом деле, этот Парк Победы был задуман еще в 44-м году, после Сталинградской битвы, и вообще сама идея, и Аллея Героев, и Площадь Павших Борцов, какая была идея? От речного вокзала, от Волги нужно будет подниматься выше, 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 к вечному огню, и теперь это будет уже и к собору. То есть, вот эта ансамблевая застройка, она сохраняется, на мой взгляд. Острые эпохи вместе с Одессией. И вот это я могу отметить. Но Вы еще работу для Владимира Николаевича на будущее принесли, объект Царицыно, который уже не существует, к сожалению, но который, Владимир Николаевич, можно восстановить. Здесь можно отметить следующее, что наш институт архитектуры и строительства в ЛГТУ собрал очень большой коллектив специалистов и преподавателей. И мы сейчас студентов подключаем к тому, чтобы наследие архитектурное сохранять. Перед Вами макеты, выполненные для нашего музея. У нас есть музей архитектуры и строительства Царицыно-насельного рада Волгограда. Кстати, Владимир Николаевич тоже поучаствовал там, и комитет строительства тоже поучаствовал в создании этого музея и в оформлении его. Давайте телезрителям покажем. Вот, собственно, так строится храм Александра Невского. Вот такая красота. Совсем скоро мы даже мимо проезжаем на площадь, даже не обращаем внимания, что действительно такой значимый грандиозный объект возводится. Если можно, я немножко прокомментирую. Вот многие противники одним из доводов, что парк уничтожили. Вот сейчас мы видим картинку сверху. Мы видим, что размещение самого собора потребовалось снести всего три дерева. То есть территория всего парка, мы видим, что она вся сохранена. Более того, мы сохраняем все деревья, которые на территории стройплощадки. Все деревья, которые попали даже в стройплощадку, они все у нас сохраняются. И то, что мы на заднем плане видим парк, то, что он преобразится, и он будет действительно не заброшенным пустырем, а действительно парком, мы в это верим. И я не думаю, что надо связывать благоустройство площади пешеходной зоны с собором. То есть есть собор, собор в парке. Он занимает достойное место, и тоже я буду немножко оппонентом Петру Петровичу, в том, что когда планировали наши знаменитые архитекторы центр города Волгограда, именно на этом месте, то есть и улицы Аллея Героев, они сходятся лучами именно в этой точке. И именно в этой точке планировался высотный акцент здания Дом Советов. То есть сама структура города вот отсюда как раз видна. Вот они лучи, вот они сходятся на высотный акцент. И именно то, что теперь здесь, так уж случилось, что здесь ни Дом Советов не построили, потом здесь хотели торговый центр, не построили, потом был конкурс, здесь жилые дома, две высотки. Ну и слава Богу, что не построили. Да, и так уж сохранили для нас вот такое самое знаковое место, и собор будет здесь очень кстати и уместно. Я хотела еще добавить, вот когда Светлана Юрьевна говорила о том, что не все однозначно встретили. Вы знаете, время меняется. Сначала неоднозначно, но я уверена, что когда храм построят, а самое главное вокруг будет парк, вот говорим парк-парк, какой там парк? Там слезы, там просевший асфальт, там высохшие деревья, там заброшенные клумбы, которые не реставрировались 120 лет. А всегда вокруг вот таких объектов всегда создается не просто парк. Это я уверена, посмотрите, Иоанна Предтеча, с какой любовью, там цветники. Я не сомневаюсь, что там тоже будет такое облюбованное место. И это будет действительно место и для прихожан, и просто для горожан, где можно отдохнуть. И еще одно, вот отец Вячеслав не сказал, я не знаю, права ли я, но это еще ведь место намоленное. И примерно. И, наверное, это тоже символично, что вот не Дом Советов, не торговый центр, а в конце концов Александр Невский. И вспомните, как много было противников, когда ставили на площади памятник Александра Невского. А ведь теперь любуются, фотографируются. И не представляют себе эту площадь без этого памятника. Так что все сходится. Здесь можно отметить, что имя Александра Невского, оно актуально и в настоящий момент. В 2009 году, когда была такая программа, проект «Имя России», все проголосовали, но большинство людей проголосовало за имя Александра Невского. Для нашего Волгоградского края оно особенно важно. Почему? Потому что в 1261 году здесь по настоянию и по инициативе святого благовердного князя Александра Невского была организована первая административная церковная единица, именуемая епархия. 1261 год. И полномочия этой епархии распространялись от столицы Золотой Орды и Сарай Берке, это около Ленинска сейчас, царев, и вплоть до Подмосковья, а потом в определенное время была присоединена Переослав-Залезская земля. То есть отсюда вот именно в то время проходило некое управление русскими княжествами, и Александр Невский, как бы для того, чтобы сгладить ситуацию политически, здесь организовал епархию. И что интересно, епископ Митрофан имел полномочия и власть выезжать из епархии и мирить между собой враждующих князей. Вот. И вот еще немаловажный факт, что как только наша политика внешне или внутренне отходит от линии, положенной Александром Невским, то у нас всегда происходят какие-либо катаклизмы в стране и изменения. Во-первых, это и полководец, именитый и знатный в то время на всю Европу, на весь мир, политик премудрый, святой и великий князь, то есть многогранный такой бриллиант. Для нас это ценно тем, что для нашего края он не единожды здесь был и организовал епархию. Вот. И поэтому собор Александра Невского – это как раз указатель пути развития нашей страны. А как вы думаете, изменится ли мироощущение волгоградцев, когда в городе появится вот такой собор? Потому что Владимир Николаевич сказал, и заводы начали строиться, и даже зарплата у каменщиков возросла. Но это немаловажно, согласитесь, для людей, для города момент. Может быть, нас ждет что-то подобное? Вы знаете, вот есть такой духовник известный, отец Ильи. Это архимандрит Святооптяной пустыни. Он родом отсюда, из Лебежьей поляны. Он как-то приезжал сюда в Волгоград лет пять или шесть или восемь назад это было. И у него спрашивали, батюшка, скажите, а когда дороги в Волгограде начнут строиться? И он ответил, а когда начнут строить Александр и Невский собор? Потому что все наши дороги, Рытвины и Ухабы, особенно в центре, свидетельство того, что они положены на кирпич и на строим материал Александра и Невского собора. И как бы свидетельство этого собора, оно из земли подсказывает к тому, что пришло время для воссоздания такого гиганта и, как называли его, Павловского исполина. Ну, будем ждать с нетерпением окончания строительства этого замечательного объекта. Еще хотелось бы сегодня об одном объекте социальной инфраструктуры поговорить. В плане Юрьевна о нем уже упомянула. Матешанский дом для престарелых и инвалидов. Случилась трагедия несколько лет назад. Пожар в этом социальном учреждении. Слава Богу, никто не пострадал. Удалось спасти пациентов. Владимир Николаевич, в каком состоянии Вы приняли этот объект? Потому что тогда же Максим Топилин подключился к решению этого вопроса, к вопросу скорейшего восстановления дома. Так уж случалось, что привознострой строят вообще-то во многих регионах России. Смоленск, Воронеж, Пензак, Оренбург. Вот недавно большой объект сдали. В Киров на севере. И в Волгоградской области мы строили в основном только жилье. Ну и услуги нашей компании не сильно были востребованы в последние десятилетия. Но так случилось, что когда несчастье, когда надо что-то сделать быстро и помочь людям, нас попросили... Ну, первое, что надо отметить, что проект был сделан в очень жесткие сроки, в очень короткие. Поставила задачу за три месяца разработать проект, пройти экспертизу, начать строительство поэтапное. Ну, вот это было, пожалуй, самое первое, чтобы не дать людям опустить руки. Потому что и Мачешанский дом престарелых, он и сам по себе нужен именно обездоленным, именно инвалидам и для престарелых. Но это еще и системообразующее предприятие целого поселка. То есть практически вся деревня, они все были рабочими в этом интернате, все остались без работы, все были расселены, у всех была печаль и грусть в глазах, полное непонимание, как жить дальше всей деревни. Поэтому я считаю, что мы справились с этой задачей, очень быстро сделали проект, поэтапно вышли на любой цикл, и, собственно, объект получился очень достойный. Светлана Сергеевна нам расскажет, каким же получился в итоге объект. Светлана Сергеевна, как сегодня живет Мачешанский дом для инвалидов и престарелых? Первые жильцы в новый корпус жилой Мачешанского дома-интерната для престарелых и инвалидов имели счастье попасть туда в ноябре прошлого года. Это сколько прошло с момента трагедии, назовем это, с момента пожара? Ну, это чуть меньше, чем два с половиной года. Поэтому я не соглашусь с предыдущим оратором о том, что хорошее быстрым не бывает. Вот как раз за два с небольшим года вот такой крупный, действительно очень достойный, сложный строительный объект эта компания все-таки построила. Ну, а сейчас там проживают пожилые, инвалиды, и, конечно же, их эмоции при первом посещении учреждения можно выразить словами «при жизни я попал в рай». Конечно же, это правда, поскольку очень комфортные, очень безопасные условия для проживания созданы. Комнаты одно-двухместные, очень удобные. Они вроде как и типовые, но в то же время имеют свою индивидуальность в интерьере. Есть комнаты для семейных пар, есть условия для проживания инвалидов, находящихся на постельном режиме, передвигающихся на кресло-коляске. Ну, то есть учтены все требования, которые предъявляются к объектам, предназначенных для обслуживания маломобильных граждан. То есть все объекты внутри нового жилого корпуса доступны для… В общем, у вас лучше, чем дома в итоге вышло. Ну, можно сказать и так. Ну, конечно же, никто из жильцов нынешних этого учреждения не променяет это жилое помещение свое, ни на что другое. Но еще хотела бы сказать, что проект учел все необходимое для и пожилых лиц, и инвалидов. Предусмотрены не только жилые комнаты, но и места отдыха, места проведения досуга. Это и библиотека, и кинозал, игровые комнаты. Есть вот такая комфортная, очень уютная, просторная, вместе с тем вот уютная столовая. Ну, в общем, это действительно больше похоже на те дома для престарелых, которые мы видим в западных фильмах. Да, это дом мечта, я бы сказала так. И, конечно же, очень такой важный момент, что все санитарные комнаты приспособлены Это также для граждан, утративших частично или полностью способность себя обслуживать. И это очень доступно, потому что при каждой комнате есть вот такая санитарная комната, практически индивидуальная. И зоны отдыха расположены не только в жилом корпусе, но и на территории учреждения. Территория учреждения тоже была спроектирована и обустроена. Ну вот, наверное, да, ваши счастливые жильцы? Это и жильцы, и работники, да, интерната. На территории учреждения также проведены работы по озеленению, обустроены малоархитектурные формы, и даже создана танцевальная площадка. В общем, все, что не делается, все к лучшему. Вот, конечно, нехорошо такой пожар говорить, но тем не менее. Да, шествовало грустное событие, но тем не менее в итоге получилось вот такое вот учреждение, которое, в общем-то, комитету социальной защиты приходится гордиться. Ну, в общем, мы надеемся, что не менее комфортным будет и приемный покой в 25-й больнице, который вы тоже, Владимир Николаевич, ваша компания сегодня строит. Уже же в этом году, да, вы должны сдать, Арбек? Да, мы в прошлом году начали строительство приемного покоя. Ну, я все-таки, если можно, вернемся к Мачешанскому дому престарелых, ну, немножко помечтать. В том смысле, что я очень похожие аналоги видел за рубежом. Вы упомянули, что, да, вот мы видим, как за рубежом живут. И там есть совершенно замечательный опыт, пользуясь, что здесь есть представители образования, там дом престарелых объединяют с детским садом. То есть на территории не только все условия человека, чтобы он проживал последние годы там или окончание своей жизни, Но когда на территории еще есть детский сад, когда проживающие инвалиды видят, они лишены семейного тепла, они лишены общения со своими родными, детьми, близкими. Все-таки 350 километров до центра, до областного центра – это далековато. Вот если вдруг будет такая мысль, мы с удовольствием запроектируем или приспособим помещения, которые сохранились на территории Мачешанского под детский сад, отпуск небольшой, 10-15 человек, но чтобы это было и дети, и, думаю, и общение, да, думаю, это всем будет на радость. Ну, давайте все-таки 25-й больнице вернется, там тоже всем на радость будет уже совсем скоро построен приемный покой. Ну, мы должны его закончить в октябре месяце, объект чемпионата мира, объект тоже хорошо спроектированный, достойный, строится он тоже по графику, но я думаю, что о том, что какое там оборудование, как логистика по-другому совершенно решена, то, что больных будут привозить непосредственно сразу в приемное отделение прямо на машине, что операционные максимально приближены до прибытия больного и сразу операционные, что все диагностика будет в этом корпусе. Ну, давайте все-таки о возможностях, да, Наталья Викторовна Ляхова, главный врач 25-й больницы, Наталья Викторовна, что же ждет пациентов в конечном итоге? В настоящее время полным ходом идет строительство, будем говорить, не приемного отделения, а отделения скорой медицинской помощи. Это функция не только приема пациентов, как уже было сказано, это функция полного обследования пациента на новом современном оборудовании. Там будет стоять новый компьютерный томограф 128-ми срезовый, рентгенологическое оборудование, лабораторное диагностическое оборудование, эндоскопическое оборудование и масса другого оборудования, которое позволит в кратчайшие сроки обследовать пациента. Это, я думаю, минут 30-40 займет постановка диагноза. Также на территории нашего отделения скорой медицинской помощи будет сразу же оказываться помощь, помощь реанимационным больным. Там будет палата на 6 реанимационных коек. Будет две операционных. Операционные для пациентов противошоковых, то есть пациентов, которых будут доставлять как на вертолете, как на скорой помощи. Мы сразу будем подавать их в операционные залы. Также на территории этого отделения будут распределены потоки больных. То есть это потоки отдельно пациентов реанимационных, пациентов со средней степенью тяжести, будут отделены от потока поступающих в плановом порядке пациентов, то есть потока зеленых, как мы говорим, пациентов. Это отделение, о котором мечтает, наверное, каждый главный врач скоропомощной больницы. Дает возможность нашим пациентам располагаться в зоне отдыха. Пациенты будут заезжать на скорую помощь сразу же в помещение. Как уже сказали ранее, на баланс нашей больницы уже поставлена вертолетная площадка. И пациенты будут доставляться со всех уголков Волгоградской области не только транспортом, наземным, но и вертолетами. Это логистические соединения. Прям фантастика какая-то. Ну, это не фантастика. Это, помните, сериал был раньше «Скорая помощь» и вот... Вот я к этому и хотела сказать. Есть сериал «Скорая помощь», на котором мы с вами видим, что в больницу мы с вами практически не видим. Мы видим работу нашего отделения скорой медицинской помощи. Таких вот отделений в стране в настоящее время существует всего пять. Я очень рада, что на нашей территории строится это отделение. Это отделение строится и логистически правильно, но и вот мы сейчас уже видим фасадные работы. Это будет очень интересное решение архитектурное совместно с нашими фасадными работами основного корпуса. Я думаю, будет радовать глаз наших пациентов. Пользуясь случаях, хочу у пациентов и посетителей попросить извинения совместно с Викторией Николаевичем за то, что временно такие вот трудности у нас. Ну, было бы ради чего терпеть. Я думаю, да. И мы очень рады, коллектив очень ждет. И к концу этого года, я думаю, мы начнем принимать пациентов, и первого пациента мы принимем уже в декабре месяц. Немного отходя от темы строительства, Наталья Ивановна, как раз у вас хотелось бы сказать, а врачи-то готовы? Вы знаете, я хотела бы вот о чем еще добавить. Да, строительство отделений скорой помощи, вертолетная площадка. А параллельно еще идет огромные ремонтные работы во всех отделениях. И это требует невероятных усилий коллектива. Вот коллектив мужественно это все выдерживает. Не только Наталья Викторовна, которая во главе и, понятно, командует всем, но поддержка коллектива здесь очень много. Я была свидетелем, когда я попала после ремонта в гастроэнтерологическое отделение. Вот упоминали там за рубежом. Да за рубежом еще поискать надо такие больницы. Главное, чтобы это поддерживалось в нужном, так сказать, состоянии. А когда будет работать весь комплекс, ну это действительно то, чем можно гордиться. И когда вот говорят, ничего не делается в здравоохранении. Да проблем уйма, но там отремонтировали, там достроили, там новшества. И в конечном итоге мы увидим преображение. А 25-я больница, я думаю, что это будет действительно объект, которым мы будем гордиться. Ну, я думаю, еще одним объектом, которым мы можем уже сейчас гордиться, но в 2018 году мы будем гордиться им еще больше, это детско-юношеский центр в центральном районе, который тоже с непростой историей. В 2005 году он был закрыт, Владимир Николаевич, потому что фундамент спустя 20 лет до функционирования совсем уже перестал здание держать. И говорили о том, что оно все-таки сползает в пойму реки Царица. И вы же тоже, да, вели укрепительные работы, и вот наконец приступили к реконструкции благодаря инициативе нашего губернатора Андрея Ивановича Бочарова. Ну, да. И слава богу, что приступили-то. Очень приятно, что мы обсуждаем вот такие объекты за долгие-долгие годы, если не сказать десятилетия. Дом престарелых, дом пионеров, школа, больница, музей Моресева, еще музейный комплекс, краеведческий музей. То есть то, что сейчас деньги повернулись, и во все внимание власть именно к социальной сфере, я думаю, что очень большое. Ну, а дом пионеров, это многие поколения волгоградцев выросли в этом замечательном здании. Это живое было здание, тысячи детей отзанимались там, все вспоминают с теплотой об этом. Не то, что здание стояло, ну, больше десяти лет, совершенно невостребованное. Конечно, серьезная работа была и инженерно-геологическая, серьезная работа была по укреплению грунтов. Мы это сделали еще два года назад. Год практически мы занимались проектом воссоздания реконструкции ДЮЦа, и за это время проводили серьезные наблюдения. То есть что происходит после... Было закачано более трех тысяч тонн бетонных смесей для укрепления грунта. Ну, самое главное, укрепили. Да, и последний год показал, что у нас все, динамика ноль, нулевая, то есть здание стабилизировалось. Все наши усилия власти и строителей привели к тому, что здание стоит на месте, все хорошо, благополучно. Теперь мы его металлом зашиваем, мы его скрепляем. Мне кажется, проще новое, да, построить? Новое построить проще, но сохранить то, что сделано до нас, это тоже задача такая серьезная. Сегодня уже идут отделочные работы, сегодня уже разрабатывается дизайн, уже видим, где будут какие кружки, уже понимаем, где какая технология. Вот на сегодня заключили наконец-то договор с крупнейшей фирмой по культурному оборудованию, которая тоже очень современная, очень сложная, но интерактивная, как можно сейчас модно говорить. Модное слово. Да, поэтому я думаю, что о Доме пионеров и о том впечатлении, как оно там сейчас происходит, весь процесс, хотя говорят, что пол работы не показывают, но сейчас уже мы миновали тот этап, когда разруха, когда надо было устранять последствия поджогов, настоящих поджогов, когда бетон уже полностью разрушен. Не только здание сползало в овраг, и внутри за эти больше 10 лет происходили процессы, направленные на разрушение этого здания, на уничтожение этого здания. Но сегодня мы это все усиление закончили, сегодня уже начались отделочные работы, и потихоньку мы уже видим свет в конце туннеля. Лариса Анатольевна, действительно, здание было очень сложно восстановить, как уже сказали, проще было построить новое. Почему все-таки решили восстанавливать? Действительно ли настолько важно для образования детей тот центр, который существовал еще 30 лет назад уже почти? Я прежде всего хочу сказать о том, что здание детско-юношеского центра, оно уникально. Уникально потому, что оно было построено в 1981 году по проекту заслуженного архитектора СССР Ефима Левитана. И таких зданий в России всего лишь два, это в Москве и Новосибирске. А в нашем городе это здание одно из самых больших, в котором будет впоследствии расположено учреждение дополнительного образования. После проведения реконструкции это здание будет оснащено новейшими технологиями, новейшим оборудованием. Оно будет отделано новыми современными строительными материалами. При этом надо не забывать, что строители постарались и оставили, сохранили мозаику на витражах, мраморную лестницу, которая ведет на верхние этажи. Я думаю, что наши талантливые, достойные дети, они очень рады будут этому подарку. И это здание действительно, после того, как будет завершена реконструкция, действительно будет самым современным образовательным учреждением в городе. В России, я думаю, не только в городе. Я думаю, что обязательно и в России. А о том, что будет в этом здании, я думаю, наиболее лучше расскажет директор этого учреждения. Татьяна Михайловна, наверное, тоже ждет с большим с нетерпением. Когда же, когда же там зазвучат детские голоса? Ну, наш детский юношеский центр отметил в 16-м году свое 80-летие. Это очень значимая дата. Мы на протяжении 80-ти лет сохранили все традиции, культурное наследие нашего дворца пионеров. Приумножили. То есть сейчас в детском юношеском центре работает 125 педагогов, 409 студий и более 5000 детей занимаются в детском юношеском центре. То есть, на самом деле, я считаю, это гордость нашего города. И, как вы говорите, не только города, но, возможно, и России. Потому что наши дети – лауреаты и призеры многих международных конкурсов. У нас есть педагог, который является лауреатом в 16-м году. Он был лауреатом премии президента Российской Федерации. Он возглавляет студию «Апельсин». Это цирковая студия. Поэтому наши педагоги с нетерпением ждут, когда завершится реконструкция. Мы делаем все зависящее от нас, от административного персонала, от педагогов. Мы стараемся удержать и поддержать те традиции, которые были. То есть мы очень готовы прийти в старое, но в то же время обновленное новое и родное здание. Ну, я думаю, Владимир Николаевич, не подведете ожидания педагогов, ожидания родителей? Мы постараемся. Очень с огромным нетерпением ждут переселения в новое здание родители и дети. Светлан, ну, буквально остается, считан год остается до того момента, как откроется детско-юношеский центр. Ждете? Я думаю, как вот Татьяна Михайловна сейчас сказала, что не только педагогический коллектив ждет ввода в эксплуатацию нового здания ДЮЦа. Ну, и воспитанники этого учреждения, потому что вот на сегодняшний день мой ребенок занимается кружковым фехтованием. И, скажем так, в немножко приспособленном помещении, где нет надлежащего оборудования, где, к сожалению, нет надлежащего освещения. Поэтому мы, естественно, с нетерпением ждем обновленного здания. Ну, сын-то не вырастет. Сколько лет сыну? А то, знаете, как детские садики в 90-е годы. Я уже выросла, а у нас на месте садика построили живой дом. Все впереди, есть шанс попасть в новое здание ДЮЦа. Нам только 13, поэтому мы еще поучимся в этом учреждении. Ну, слава Богу, увидите, насколько действительно современным станет детско-юношеский центр. А вообще есть шанс 409 кружков вместить в это здание? Конечно. Если мы сейчас размещаемся в небольшом помещении, то это помещение, я думаю, не 409, а мы приумножим число. И количество детей, и кружков. И надеемся, педагогов. Где вы столько идей черпаете? 409. Я же даже сейчас начну вспоминать, какие есть занятия, виды спорта и кружки столько не сосчитают. Ну, я могу вам помочь. Это фехтование, это практически вымирающий вид спорта, могу сказать. Ну, это самое интересное, думаю, 409 сейчас не перечислим, конечно. Да, и художественная гимнастика у нас есть, то есть это тоже достаточно специфический вид спорта. И много других. Не будем отвлекать и забирать время у эфира. Но хочу сказать, что еще и много новых направлений. Сейчас у нас появилась робототехника. Это то, что востребовано для современных наших детей. То есть мы сохраняем и традиции, как, допустим, лепка, как художественная школа наша, и такие новые направления, как робототехника. А можно вопрос задать? Ведь в этом Дюце, в этом дворце пионеров, в свое время говорили, что это была гордость всего Советского Союза. Была детская обсерватория и был уникальный спортивный зал, баскетбольный. У нас больше не было баскетбольных залов по высоте. Вот они сохранятся? Ну, я думаю, этот вопрос и к Владимиру Николаевичу. Но в зале я была, могу сказать. Да, он прекрасен, правда, и соответствует стандартам. Спортивный зал уже приобрел свои черты. Там уже идет отделка, отопление уже пущено. В Дюце тепло, тепло. То, что касается обсерватории, ну, к сожалению, вот то оборудование, которое было подарено ГДР еще Советскому Союзу с пуском трамвая скоростного, а оборудование настолько чувствительное, то есть любые микронные колебания сбивали на стройку. Просто технологически нельзя. Я думаю, что какое-то современное или более простое оборудование установить можно, но вот восстановить обсерваторию... Понятно. Но я вам даже больше скажу. Если мои данные верны, я думаю, подтвердит, может быть, Татьяна Михайловна, в 1984 году в Дюце проходил чемпионат мира по шахматам среди женщин. Абсолютно верная информация, конечно. И даже президент международный тогда шахматы федерации присутствовал Флоренсио Кампоманес. Так что у Дюце все впереди. Даже турниры такого уровня проводили? Мы проводим турниры, конечно, не такого уровня, но шахматная школа у нас сохранена. Контингент тоже деток, который играет в шахматы, даже увеличен. Ну так что все у нас впереди, и мировой шахматный турнир не за горами. Ну небольшую ремарочку позволите. Татьяна Михайловна умолчала, не знаю, умышленно или нет, что на сегодняшний день большая часть кружков, которые занимались в Дюце, территориально находятся и также продолжают свою работу в здании кинотеатра «Победа». И на очередном градостроительном совете под председательством Андрея Ивановича Бочарова было дано поручение органам исполнительной власти, в том числе нашему комитету строительства, в 2017 году начать проектирование именно здания кинотеатра «Победа», дабы сохранить его архитектурный облик, восстановить те уникальные залы, помещения, здания, которые там исторически были созданы. И уже в 2018 году приступить к реконструкции данного здания. То есть у нас еще один новый замечательный объект появится. Еще один исторически важный объект. Владимир Николаевич знает об этом, слышит, улыбается. Не хотите, брат Владимир Николаевич, за победу? Мы подождем проект, мы подождем, когда будет готов проект, с удовольствием рассмотрим. И вперед. Но еще один тоже объект, очень замечательный, очень значимый для города, Светлана Юрьевна тоже о нем говорила. Это школа в Родниковой долине на тысячу мест, тысячу ребятишек пойдут в совершенно новую, в хорошо пахнущую вот этой свежей краской, свежим ремонтом. Это так прекрасно, школу тоже ведь замечательно. Лариса Анатольевна, насколько сейчас нам она необходима на данный момент? Она нам очень необходима. И хочется еще сказать, в связи с чем. Есть поручение президента Российской Федерации о том, что к 2025 году необходимо все школы перевести на односменный режим работы. Поэтому, это школа-тысячница, поэтому здесь однозначно будут учиться дети в одну смену. И мало того, учитывая, что школа строится в новом жилом массиве, то есть те люди, переезжая в новое жилье, они уже будут в шаговой доступности иметь такое великолепное учреждение. В среднюю школу, возможно это будет название не средняя школа, может быть как-то статус повысится гимназия лицей, пока еще предварительно, рано об этом говорить. Но в любом случае это будет, вы правильно сказали, последний раз школа была построена, наверное, в прошлом веке, новая абсолютно. Поэтому эта школа будет первая, современная, оснащенная, но надеюсь, что и не последняя. Это будет, так скажем, начало в нашем городе строительства новых школ. Мы очень нуждаемся в новых школах. Владимир Николаевич, ну как там сейчас обстоят дела со школой? Вы настолько разносторонняя, на самом деле, организация, я вот слушаю выступающих, и больницы, и жилые дома, кстати, вы же строите, и магистрали, и школы, вот как оказалось. Основная наша специализация – это промышленное строительство, а то, что мы сейчас обсуждаем, это как бы занимает процентов 20-30 нашей деятельности. Но это серьезное такое подспорье. Но это очень важное, да. И мы очень рады, что нам поручают этот объект, эти объекты. Школа идет графиком. Два месяца, как мы приступили, победили в конкурсе, заключили контракт на строительство школы. Ну, за два месяца мы уже из нулевого цикла, более полутора тысяч свай забито, нулевой цикл заканчиваем, и уже нас видно не только вот с дрона, но уже и видно с новой дороги, которую построили к Родниковой долине. Уже перекрытие актового зала, уже перешли к перекрытию спортивного зала. Ну, объект очень такой достойный, очень знаковый. Конечно бы, ну, прежде всего, хотелось поблагодарить власти. Вот я знаю, что кризис, то есть мы работаем по всей России, мы видим... А, кстати, на вас кризис как-то отразился, потому что многие строительные компании говорят, вот кризис, очень сложно, а кредиты, и даже банки-то строительство не кредитуют. Ну, сложно, наверное, это все-таки тема совершенно отдельного круглого стола, потому что, вот, зная ситуацию по всем областям, по многим, более 15 областей мы работаем, и по Волгограду, к сожалению, конкурентов нет. К сожалению, вот на конкурсах, на объекты более трех миллиардов, там и выше, огромных, там конкуренция очень большая, олигархов не протолкаться. На объекты меньше 20-50 миллионов, тоже мелких фирм достаточно, а средних, крепких, ну, таких средних организаций, которыми я предпочитаю и привоз, настрой, их по России совершенно мало. То есть вы средняя? Вы не крупная? Да, мы, понимаете, мы не стали больше, мы не стали меньше, мы последние 30 лет, у нас тысяча человек работающих, у нас свой завод, свой проектный институт, мы в одной паре. Вот мы продержали... Это вы скромно так о себе, тысяча человек-то, это же большая организация. Да, мы продержали коллектив, мы воспитали очень хорошее молодое поколение, ну, и, собственно, поэтому и востребованы. Но, вот еще раз скажу, что обидно, что конкуренция слабая, что нет конкурентов, не хватает нам соферников. Хотите в конкурентной борьбе побеждать выиграть? Да, не хватает с кем поделиться вот этими объектами. Но зато вы как замечательно их строите. Еще один объект, тоже о котором стоит сегодня поговорить, это бассейн в Волгоградском медицинском университете, который доступен не только для студентов, преподавателей, сотрудников этого вуза, но и для всех волгоградцев, которые занимаются спортом, которые хотят поправить свое здоровье. Наталья Ивановна, объект функционирует? Объект многострадальный. Не сам объект, а история объекта многострадальная. Наш ректор, академик Владимир Иванович Петров, ну, трудно сказать, сколько лет боролся за строительство этого объекта. А действительно он настолько был нужен? Ну, во-первых, он вообще нужен в городе, потому что у нас катастрофически еще мало вот крытых спортивных сооружений, в том числе бассейнов. И наш-то предполагаемый бассейн, он вошел в программу 500 бассейнов России еще лет 6 назад. Но были проблемы с землей. Шло время, менялись губернаторы, а вопрос никак не сдвигался с места, к сожалению. И вот в последние два года произошло чудо. Как-то быстро и земля нашлась. Самое главное, очень... Я там читаю лекции постоянно на улице Ким, наши учебные. Прямо бассейн. Да, и я все время проходила мимо этой стройки. И я видела, как на глазах. На глазах возле объекта. А где бассейн-то? Расскажите хоть, где он находится? Значит, два наших общежития. Одно общежитие Ким-20 ближе к проезжей дороге, а второе немножко в глубине. И вот на этой территории, ну, я бы сказала, очень удачно разместился этот объект. Вы правильно сказали, что это, конечно, прежде всего бассейн для наших студентов, прежде всего, которые будут и оздоравливаться, и плановые по календарю занятия проводить. Но это объекты для всех жителей города, потому что, еще раз повторяю, их не так много, а технологии, которые там предусмотрены, они самые совершенные. Давайте у Сергея Анатольевича узнаем, как раз директор физкультурно-оздоровительного комплекса Волгомед. Сергей Анатольевич, какие же там технологии-то использованы в строительстве бассейна? Да, действительно, объект построен в очень короткие сроки, и удачно вместился в такую тесную застройку, можно сказать, практически в центре города располагается. Что хотелось бы сказать по поводу как раз оснащения и начинки, скажем так, нашего комплекса. Да, используется самое современное оборудование, водоочистки прежде всего в самом плавательном бассейне. Если уж так вот со всем обывательским взглядом расценивать, то хлора в нашей воде в разы меньше, чем в кране, в той воде, в которой мы пьем. И прежде всего очищение воды происходит с помощью озонирования, где практически не выживает никакая патогенная флора, что, безусловно, является очень, и сказывается на очень хорошем качестве именно самой воды. Но помимо бассейна, я еще хотел сказать, у нас в нашем комплексе, и мы его позиционируем именно как физкультурно-оздоровительный комплекс, существует еще два зала. Тренажерный зал и фитнес-зал, который достаточно оборудован на высоком уровне. В России присутствуют тренажеры гораздо, скажем, антивандального плана такого. Это очень важно. Да. Между прочим, выполнены они у нас в России, с Челябинска были поставлены. Являются хорошим подспорьем для наших студентов именно в плане оздоровления, для наших сотрудников, для членов их семей. И, как сказала Наталья Ивановна, в наш комплекс могут посещать именно не только студенты, хотя прежде всего он был построен именно для студентов, для сотрудников нашего вуза. Но и любой гражданин нашего города сможет прийти, спокойно выбрать себе занятия по вкусу, потому что, как я уже сказал, позиционируются занятия и в тренажерном зале, и любые секции, скажем так, женского направления, йога, и аэробика, и все остальное. Вот. И после трудного рабочего дня, милости просим, всегда ждем. Владимир Николаевич, я вот слушаю наших сегодняшних экспертов, и мне в голову пришел один вопрос. Почему именно социальные объекты вы активно строите? Почему не объекты массовой культуры, торговые центры? Наверное, это гораздо выгоднее, чем строить храмы, строить школы. Почему именно это направление своей работы вы считаете наиболее важным? Ну, и это направление тоже важно. Мы живем все в Волгограде. Это наш родной город. И очень рады, что есть такие заказы. Мы с удовольствием беремся за эти подряды. Тем более получается. Но мы строим и магазины, и гипермаркеты. У нас их более полутора десятков, и не только в Волгограде. И логистические центры площади по 60 тысяч квадратных метров, по 25 гектаров, только территория строительства. Это тоже у нас как бы основной показатель. А эти объекты, конечно, бюджетные объекты, это очень сложно. И я понимаю вот своих партнеров, или своих коллег, которые неохотно идут на эти бюджетные стройки, потому что и финансирование рывками, а иногда и очень долгое. И все-таки надо иметь силу воли. Надо иметь силу воли и властям, принимая решения на это строительство, потому что, зная, что кризис, зная, что налоговая облагаемая база не бесконечна, поступление налогов, бюджет города тоже не резиновый, а проблем очень много. И принять решение все-таки направить деньги на дюц, получить поддержку федерального центра, а это дорогого стоит, что все-таки федеральный центр обратил внимание на Волгоградскую область, и поддержка идет, и мы это чувствуем и на своих объектах. Поэтому бюджетные объекты сложные, очень сложные. Но, тем не менее, такие важные. А соборы мы уже... Это две столь. Владимир Николаевич и его коллектив просто любят свой город. Марина Петровна, но на ваш взгляд, все-таки Волгоград преображается, появляются новые объекты, реконструируются старые, и кто бы что ни говорила, все-таки это действительно здорово? Да, на самом деле город меняется, это очевидно, это бесспорно. И я как представитель архитектурного факультета хотела бы сказать, что, конечно, очень важно сохранять архитектурное наследие, и мы этим занимаемся. Петр Петрович об этом рассказывал. Но необходимо говорить о том, что город – это живой организм, и в нем живут живые люди, которые хотят комфортной жизни и уезжают зачастую из города, именно потому, что они этого не видят. И вот на сегодняшний момент наш архитектурный факультет, он занимается программой по благоустройству дворов. Пусть это не такие большие объекты, о которых мы сегодня говорили, но это те зоны, где человек проживает непосредственно. И он хотел бы, безусловно, чувствовать себя комфортно, вот, и чувствовать себя, чувствовать, что это его территория. И вот как только человек почувствует, что это его территория, его город, его район, вот тогда, возможно, произойдут еще больше изменения в нашем всеми любимом городе. Ну и хочется, наверное, пожелать, чтобы не уезжали из нашего города, а приезжая к нам в город, говорили, какой красивый, какой замечательный. Светлана Юрьевна, так же будет? Наш город будет лучше, краше, и мы достойно отметим все предстоящие знаменательные даты и 75-летие победы в Сталинградской битве советских войск. Владимир Николаевич, ну, в конце всегда принято говорить о планах. Все-таки есть у вас, ну вот Петр Петрович со своими идеями, тоже замечательными, сегодня к нам пришел в студию. Есть ли какие-то планы, какие-то идеи на будущее? Что еще Волгоград увидит в ближайшие несколько лет? Тем более, что чемпионат мира-то вот уже в следующем году. Вы знаете, мы все-таки строители, несколько приземленные, и вот я думаю, что это авансы, вот та похвала, которая прозвучала, потому что то, что мы услышали, это построено-то мало, это все еще строится. Надо вот это все построить. Ну, я думаю, построим это, появится и победа, появится и жилье новое. Поэтому еще раз хочу повторить, что все-таки спасибо органам власти, спасибо властям, что не успокаиваются, что все равно вперед движение есть. И школ надо не одну. Да, это первая школа. Ну, надо с чего-то начинать. У нас есть проекты еще трех школ. У вас уже есть готовые? Да, готовые. Есть и школы в Камышине, есть школы не только в Волгограде, но и в области, в Степном. И в Волгограде есть районы, где востребованы сегодня, это и в Рашиловский район, где новое жилье построено, в застроенной территории. Поэтому обращайтесь. Жилые дома, Владимир Николаевич, для молодых семей, говорю, жилые дома, тоже же вы строите? Как раз застройка та самая комплексная, о которой Светлана Юрьевна говорила. Мы занимаемся именно комплексной застройкой. Вот квартал на Клубной, это по программе развития застроенных территорий. Это мы, компания за свой счет, расселяет аварийное и ветхие жилье, именно города. Мы полностью расселяем людей городских, мы полностью представляем квартиры. Город за это нам предоставляет земельные участки и вот эти проезды, которые никак не сформировать по-другому, никак невозможно сформировать стройплощадку или микрорайон. Поэтому здесь как бы есть обоюдное движение навстречу. Мы помогаем с аварийным ветхим жильем, город помогает с землей, и вот уже третий дом мы заканчиваем, 16-этажку, достойно получается. Немножечко я добавлю, да, у нас реализовывается с 2008 года программа переселения из аварийного жилья при финансовой поддержке фонда реформирования ЖКХ и компания «Приволжтранстрой». Одна из первых стала принимать участие в реализации этой программы, построив несколько многоквартирных жилых домов на территории города Волгограда. Значит, это дома в Краснооктябрьском районе города. Значит, первый дом по улице Качалова был построен в 2008 году, потом на улице Нестерова два дома. Дома отвечают всем требованиям. Квартиры с полной отделкой. То есть люди, которые переселялись из аварийного фонда, они уже не вкладывались в эти квартиры. На Нестерова переселили людей из Красноармейского района, бедные, которые несколько лет жили с проваленной крышей. Да, да, но люди, переселившись даже с Красноармейского района, то есть такая вот удаленность, они довольны теми условиями, в которых они оказались, живя на Нестерова. Программа развития застроенных территорий. Я знаю только одну компанию, которая все-таки вошла в эту программу. Эта компания «Приволжтранстрой». единственная компания, которая успешно реализовала данную программу. Я немножко скажу несколько слов, насколько тяжело расселить тех людей, которые уже привыкли и к месту, и к тому микрорайону, где они жили. И компания взяла на себя эти затраты, эти сложности по переселению семей. А ведь многие не просто хотят ту же площадь, в которой они проживали. Многие уже три семьи в одной квартире. Они просят три жилых помещения, либо соразмерную, как они считают, компенсацию материальную. Очень большие сложности в реализации этой программы. Но компания успешно с этим справилась. Кроме того, вот еще говорили о Мачешанском доме для престарелых и инвалидов. Это, несколько слов хочу сказать, что это на самом деле уникальный проект, который в себя вобрал и комфортабельность размещения помещений, но и интересный внешнеархитектурный облик этого здания. И не случайно мы направили данный проект, как уникальный, не имеющий аналогов в России, в Министерство строительства и ЖКХ, для рассмотрения вопроса о его включении в реестр типовой проектной документации Российской Федерации. Есть ответ? Ждем ответа. Но я думаю, что ответ будет положительный все-таки. Лариса Юрьевна, наверное, у архитекторов есть свое представление о том, как должен у ученых, архитекторов, о том, как должен выглядеть город-герой, как должен выглядеть город Волгоград. Вот та сегодняшняя застройка, которая ведется, пусть пока не в том количестве, в котором нам бы хотелось, не все объекты мы восстанавливаем, но тем не менее постепенно работа ведется. Насколько она соответствует вашим представлениям, представлениям ваших коллег на сегодняшний день? Город Волгоград очень сложно организовывался. То есть явно прослеживаются три этапа. Царицыно, Сталинград, Волгоград. Но гармоничная застройка, конечно, требует большого внимания архитекторов. Не всегда это можно добиться. Но я бы хотела сказать про один момент. Когда мы смотрим дипломные проекты, то есть выпускающие кафедры зданий и сооружений, архитектуры, то как раз вот эти темы проектов, которые дипломники сами выбирают для себя, они очень созвучны тем объектам, которые мы рассматриваем теперь. То есть несколько человек взялись в этом году сделать творческие центры для детей. Кто-то заботился именно домом для инвалидов, осознанно выбрав эту тему, как очень важную для реализации именно в Волгограде. Все участки, которые выбираются для проектов, это территории города. То есть они рассматривают все возможные варианты, пытаясь рассмотреть именно развитие города в определенных районах, там, где они живут, студенты. То есть это и Красноармейский, и Краснооктябрьский район, и Ворошиловский район. То есть по всему городу. Я думаю, что для будущих проектов мы готовим очень хорошую смену, потому что студенты именно показывают любовь к своему городу. То есть с каким вниманием они относятся и к среде, и к застройке, и к социальным проблемам, которые стоят перед будущими архитекторами. Ну, нам всем, конечно, хочется пожелать компании «Приволжтранстрой» и Владимиру Николаевичу вашему дружному и такому профессиональному коллективу, наверное, силой терпения на реализацию всех проектов, потому что, конечно, они все должны быть достроены. И мы все с огромным нетерпением, я думаю, все подтвердят, ждем их, когда же они появятся. Так что спасибо вам большое за вашу работу, и будем надеяться, что Волгоград станет городом, в котором действительно хотелось бы жить. Редактор субтитров А.Семкин